Наш девиз человека должен быть гармония, баланс во всем. Мы не можем отказаться от марсианской крови или железа. Нет, это пути нашей эволюции, это все наш опыт. Но сегодня у человека есть закон свободы, закон свободы выбора и воли. И мы все время обычно говорим о законе свободы, но сегодня мы будем говорить и о воле, потому что она закаляется, как сталь. Ее человек воспитывает из воплощения в воплощение. Ведь человек, который решает быть следователем, скорее всего, в предыдущем воплощении он был воином-освободителем. У него уровень и тяга к справедливости на достаточно высоком уровне, без страша. О страхе мы тоже постараемся сегодня поговорить, если нет, в следующем. Так вот, все, что надобно, Павлу космос дал. Потому что Павел, так же, как я, так же, как ты, он венец мироздания, он дитя космоса. И поэтому все иерархии, иерархия мудрости, иерархия зодиака, владыки кармы дают ему его алгоритмы, его скрижали на эту жизнь. Дальше он, опираясь на закон свободы выбора и воли, выбирает. С ним выходит на связь, насколько я понимаю, по интервью, которое я слышала с Такером Карлсоном. К нему вышли и попросили делать некоторые корректировки. У нас есть закон целесообразности. Не надо вводить цензуру. Но свои данные давать... Я помню, первое, наверное, обращение это было после теракта в Санкт-Петербургском метро. Там погибло много людей. И когда Павел говорил, нет, я не буду это делать, кто им руководил в тот момент? Марсианские? Люцифицерянские? Так скажем, боги-наставники. Или кто? Опять же, во всем есть целесообразность. Все, что не делается, все к лучшему. Павел считает, что здесь недостаточно свободы. Он едет на запад. Павел один из очень ярких представителей человечества, нашей цивилизации сегодня на планете Земля, нашей русской цивилизации. Мы знаем Илона Маска, который все время стремится на Марс. Я вот сейчас, когда готовилась к занятию, думаю, блин, ну, наверное, он реально... У него там крутые наставники, да? С одной стороны. А с другой стороны, может быть, там кто-то ему должен, и он хочет отомстить. Я не знаю, но я вам все время говорила, говорю и буду говорить, что подсадил его на эту марсианскую, так сказать, иглу. Тоже россиянин Роберт Зубрин, инженер из Ленинградского, я так понимаю, университета, где учился и мой двоюродный дедушка. Он погиб, сбивая 18-й мистер Шмидт во время блокады Ленинграда, которая длилась 876 дней, почти что три года. Представьте сегодня вас, жители 21 века, детей 21 века, да? Вам бы отключили интернет, посадили бы на голодный паёк, отопление бы отключили. Как бы вы переживали это? Почему это произошло с ленинградцами? Карма, с одной стороны, потому что расстреливать офицеров, убивать людей, спины в том числе, это одна история, да? Это карма города, и жизнь отдает тебе это за подлость, за нарушение законов мироздания. Люди платят, если не в одном воплощении, то в другом, да? Соответственно, это с одной стороны. А с другой стороны, противостояние и выращивание, прокачка чувства справедливости, силы. Было разное в Ленинграде. Были люди, которые противостояли благородства. Ангел золотой. В моей книге «Он и она». Диалоги ангелов. QR-коды всегда есть. Заходите, читайте рукопись. Тоже делает подвиг. Есть такой закон, закон жертвы. Но он тоже должен работать в балансе. И опираясь на закон целесообразности. Так вот, Павел Дуров, он очень известен. И я думаю, каждый мальчишка и многие девчонки тоже хотели бы быть такими крутыми. Для того, чтобы быть крутыми, надо быть крутыми много-много воплощений. Так вот, он известен. Он уезжает, я так понимаю, в Дубай. И потом, как я вчера выяснила, вроде бы так, такая смешная история. Он берет и получает себе французский паспорт. Вчера крутой, красивый мужчина, молодой, прилетает на своем самолете и его арестовывает. С одной стороны, ну, для Павла это как-то неприятно. Но с другой стороны, это прекрасная новость. Молодые люди, наше новое, прекрасное, красивое поколение. Посмотрите, что такое хорошо и что такое плохо. Это очень резонансная история. И посмотрите, НАТО, Запад, Либерте, Марсельеза, Открытие Олимпиады. Это арест Павла Дурова. Это наглядное вам пособие. Как не надо. Посмотрите. Если бы арестовали какого-нибудь Петю Пупкина, вы бы об этом не знали. Это выбор души Павла. Он вам показывает. Ребят, посмотрите. А я вам говорю, никого, никогда не слушайте. Только просеивайте, получайте знания, выстраивайте. Сито справедливости, воли, честности, правдолюбия, любознательства, нелюбопытства. Выращивайте, закаливайте свой дух, чтобы из просто венерианско-меркурианских землян стать прекрасной, красивой цивилизацией на планете Юпитер. Только от нас зависит, когда мы перейдем на этот рубеж. И вот смотрите. 24-й год – это год последний в эпоху, когда мы живем и работаем под энергией рыб. 25-й год – это уже мы перешли в эпоху водолея. Водолей – это всё без границ. Какие вы туда зайдёте? Страх без границ. Крики «Ужас какой ужас!» Без границ. Мудрость – без границ. Знания – без границ. Но вы понимаете, что тот мир, который был последние тысячи лет, потому что я вот сегодня не стала одевать полосатую футболочку, одела такой бледно-розовую, потому что розовый цвет – это цвет божественной любви. Не красный – страсти, марсианский, секс, кровь, нет, нежный, божественный. А белый цвет – это всё и ничто. Это и есть нейтральное состояние, гармония и баланса. И когда я сегодня ставила, чистила своё рабочее пространство перед нашим занятием, я вам говорила, я создаю сферу в фиолетовом пламени. Сначала уважительно прошу низковибрационных сущностей покинуть моё пространство. Они говорят, да, да, мы уже знаем. Им тут нравится. Почему? Чем питаются сущности? Чем питаются низкие, тёмные планы? Жизненной энергией. И когда здесь у тебя летают улыбки, аромамасла, я диффузоры включаю часто. Хотя я мазала себя этими маслами всеми. Моё высшее я уже сказала, Оля, так, стоп, подожди, хватит. Вот лимончик вчера включала, потому что лимон активизирует наши мысленные процессы. Потому что, по сути, что такое эфирные масла? Это душа растений наших. У нас есть душа, у них тоже есть душа. И она высоковибрационная, она невидимая, неощутимая. Так вот, давайте вернёмся, значит, уже к нашим планетам. Смотрите. Значит, мы сказали о том, что Уран – это высшая октава. Знаете, что я хотела посмотреть? У меня тут было выписано. Каждая планета, что она нам давала, хочу это с вами повторить. Я много работала сегодня, поэтому она ушла уже туда далеко вниз. Так вот, солнце нам даёт жизненную энергию. Луна – плодовитость. Наши ангелы – это астральный мир, наши астральные тела. И, кстати, я вот сегодня, когда готовила инфографику, я обратила внимание, и вы посмотрите. Все ангелы имеют вот такую кругляшочек над головой. Он горизонтальный. А святых людей, людей человека, изображают с нимбом золотым вокруг головы. Ну, понятно, что это сфера, да? Это не 2D, не плоскость, это 3D. Почему? Потому что у ангелов мозга не было, и у них только развито тело желания. А у человека есть материя, есть 3D, есть тело, есть мозг, есть позвоночник. Сегодня мы о нём тоже будем говорить. И есть воля. Куда мы её направляем? Вчера, когда я думала именно о том, что… О воле. Помимо свободы, которая должна быть настоящей, не как либерте, либерти. Да, вот они даже поставили, я сейчас про американцев, статуи свободы, но видите, она у них уже не работает. Так, воля – это внутреннее качество человека. Это, опираясь на свою свободу выбора, человек её строит. И есть ещё такое понятие, как совесть. Это компас. Вот Лев Николаевич Толстой. Есть прекрасная книга, сборник. Рекомендую. Называется «Путь жизни», по-моему. Там афоризмы и по темам, не только его, а там и Кант, и кого только нет, и Платон, и все. На разные темы жизни. И вот он там пишет о том, что компас – это стрелка в компасе, которая, как совесть, нам указывает путь, куда идти. А указывает нам куда? На север. А десятый дом, дом будущего у нас где? Тоже на севере. То есть, снизу, низшие миры, первые ступени нашего эволюционного развития у нас на юге. Половые органы у нас находятся на юге. Да? А на севере у нас находится голова. Почему говорят, что когда холодно, мыслительные процессы лучше? Потому что вот это наша марсианская горячая, манипулирующая манипура, а она там внизу, и тогда можно будет головой ровно сидеть. Почему вам говорят, не это? Я сутулилась раньше. Меня, кстати, выправило что? Вот путь моей эволюции. Мы в 30 лет, стрельцы, просыпаемся. Я ровно в 30 лет пошла заниматься, учиться верховой ездой. Причем чем? Дрессаж, высшая школа верховой езды. Это мы, девы, любим мастерство. Я ходила вот так. Я считала, что выпендриваться вот так, это как-то. Это опять же с прошлых воплощениями. Я же вам рассказывала. Мне готовили быть императрицей всей Руси. Мне надо было гордыню мою убирать, убирать. И вот сейчас, кстати, у многих эзотериков, люди, которые овладевают тайными знаниями, у них одна из самых главных проблем это гордыня. А я гордыню прошла на Рублевке, моим лучшим образом. У меня были золотые джипы с именными номерами. Так вот, все целесообразно, понимаете? Мы должны учиться у мироздания. Я у него учусь наилучшим образом. Марс – это динамическая энергия и демоническая тоже. Но мы выбираем, сколько Марсу давать энергии. Меркурий – разум, Юпитер – идеализм, Венера – объединение, Сатурн – препятствия. А, кстати, передо мной лежит книга, где я выписала о других планетах. Так, Уран и Нептун. А, у меня же здесь все открыто. Так вот, вернемся. Соответственно, когда мы проходили, вот мы только с Луной прилетели, да, наша жизненная волна, у нас не было тел, мы были облачками, выпачковывались. Это первая раса. Вторая раса происходила в гиперборийскую эпоху. Я тут картинку вам классную сделала. Мы были такие, как я говорила, яйцеобразные, да, и мы не были разделены на два рода, плода, плода, на женское и мужское. Энергии у нас были эти, но материально они еще не раскрылись и, как мы говорили, нам дали венерянские и марсианские энергии. И вот этого гермафродита его разделили на две части, женскую и мужскую. Естественно, в веках. Это не то, что пришел кто-то палочкой, да, надо было эти органы выстроить еще. Вот. Космические строители с проектами естественно трудятся. У меня, кстати, есть шикарная картина, она будет обложкой Валерия Петровича Мухина, нашего художника, который сопровождает мой проект «Мудрая жизнь в 21». И так интересно, он картины писал в 90-х годах, в начале 2000-х, но когда я его случайно увидела, его работы, и потом случайно оказалось, что он в Ялте, случайно инфомер через культуру, член общества. И когда я весной поехала на разведку, я последний раз была в России в 2017 году, первое, что я сделала, я привезла, естественно, с собой все оборудование, я купила билет, поехала в Крым для того, чтобы познакомиться с Валерием Петровичем, отфотографировать все его работы, потому что он как бы написал все свои картины для нас, а я сейчас пишу свои книги по картинам, потому что он изображает в том числе миры все, и темные, и светлые. И вот я запущу эту картину. Вот там, где гиперборийская эпоха, да, вы видите, я такое темное яичко сделала. Это вот именно тоже картина Валерия Петровича, а следующее, это когда космические строители, это будет обложка вот Мудро 21, методички, которые мы будем писать, учебники для вас, именно почему, как возникло человечество, наша эволюция, чтобы не было так, что вы как бескорнейка, каторванные, да, и не знаете, почему ты такой, она такая, почему она с тобой так себя ведет, он с тобой так себя ведет. Когда у нас появляется широкая картина мира, без границ, тогда мы понимаем, что, как и почему. И вот эта картина наглядно показывает, как космические строители над нами трудились. И вот в лемурийскую эпоху мы становимся уже глыбами он, глыбами она. Вот, без глаз я даже нашла иконку, посмотрите, какая она классная. И дальше Меркурий в конце третьей лемурийской расы заходит разум, чтобы нам его давать 15 миллионов лет назад. Дальше венерианцы тоже трудятся для того, чтобы вместилище этого разума нам создать. Создается некая субстанция, которая только со временем разделяется на два полушария. Как сначала мы были яйцо гемафродиты, он, она, он, потом мы разделяемся на он и она, потом нам создают мозг, потом этот мозг разделяется на два полушария, правое и левое. И смотрите, животные, они, у них позвоночник по горизонтали ходит, да, а у нас вертикальный. почему мы не должны сутулиться, почему люди все в медитации сидят ровно, почему 30 лет мое высшее я отправляют меня заниматься именно в высшей школе верховой поездой дрессаж, потому что, если бы я просто делала покатушки, я могла бы там сайгачить, да, нет, сидишь ровно, шенкель правый, левый, плечи, сначала два повода, потом четыре вместе с мундштуком, и ты на своем балансе, вот так я на физике училась этому балансу и гармонии огромная, много, это, килограммовая, больше тонны, по-моему, да, тонну весь, сейчас не помню, лошадь, конь, под тобой, ты должен им управлять, я помню, первое свое занятие, я пришла, у меня была жеребая кобыла, Митца ее звали, она была латвия-тракенская, да, то есть тракен-немец с латышским тяжеловозом, у нее, кстати, первый сын, чемпион, чемпион в выездке, мы должны объединять лучшее, чтобы получить еще лучшее, она была жеребая, и я была этому очень рада, потому что я так считала, что она тогда поспокойнее, и вот на центральном московском подроме манеж, я сижу, блин, страшно, и я думаю, менталитет собаки я знаю, потому что у меня всегда были собаки, только сейчас кошка, да, она мне закон свободы выбора учит, хочу приду, хочу уйду, вот, а лошадь, как она там думает, чего, мне было страшно, очень ужасно, и потом, вот опять же, преодоление страха, жизнь так делает, что я раз пришла на занятия, про меня забыли, лошадь была не готова, второй раз пришла, хозяйка на ней ездит, вот, и я думаю, да, блин, куплю лошадь, кого я покупаю, сына Митцы, но, тоже за концу лесообразности, это я сегодня все понимаю, через что я должна была пройти, его подарили какого-то новому русскому, и он там просто стоял в деннике, его там кормили, работали, естественно, этот новый русский платил за это, потому что это в 2000 году я его купила, ему было 4 года, 96-й год как раз, развитие наших новорусского опыта материально-империалистического в самом разгаре, вот, но до него не всегда доходили руки, поэтому он такой был наглый, хмель, просто на роде хомяк, красивый, я вот даже фотку вам поставлю, посмотрите, какой красивый, там на нем не я ровно сидит, а тренер одна из, так вот, я его потом продала, но продала я его уже, когда я все свои страхи, все препятствия проработала, значит, я его покупаю, и меня берут на корду с ним, я через две минуты падаю, я думаю, так, блин, я Ольга с Рублевки-то охерел, почему это со мной произошло, я смотрю на тренера, она тоже была с Рублевки, но она деревенская, а я типа статусная, я такая, блин, что случилось, от страха аж вот тут вот покалывает, пальцы не имеют, она говорит, садись, а я же Рублевка лайф, я такая, она говорит, если сейчас не сядешь, все, у тебя страх в тебе поселится, я ревидертиграция, а я его уже купила, это уже мой конь, если бы он был не мой, я бы не стала развивать это свое бесстрашие и спину выпрямлять, чтобы потом думать, да, и получать напрямую, иметь развитый божественный канал, вы видите, как все взаимосвязано, вот, причем прикольно, но представьте, а это как раз произошло, вот 30 лет мне исполнилось, я только второго сына родила, то есть я столько не занималась спортом, потому что, ну, там роды, вот это все, потом роды, потом послеродов, ну, я на 25 килограмм поправлялась, вот, ты там круглый, грустный, грозный, и вот ты начинаешь, значит, ходить на это, у меня, естественно, вот эти внутренние мышцы, их вообще не было, у меня был тогда 500-й Мерседес, я, значит, приехала, я вышла, когда с первой тренировки, у меня ноги вот так, как поджимки, тряслись, это был пипец, я не могла за рулем, подожди, коробка, автомат, не могла за рулем ехать, потом стала ходить туда с водителем, благо, у меня их было много, так вот, смотрите, закон, причины и следствия, потом, манипулятивными, там, рейдерским захватом, тогда этого слова еще не было, Московский центральный подром выкупили плохие люди и сказали, вам, типа, неделю, кто лошадей не вывозит, сдаем на колбасу, скажите, пожалуйста, люди, которые любят лошадей и купили под этой эгидой центральный московский подром замминистра своей жене купил подарок. А будет так говорить? Нет. Мы выехали на шоссе энтузиастов, а там была конкурная база, там, конечно, уже условия не те. Я боялась на хомяке ездить. Мы взяли в аренду другую лошадь, пока Лена с хомяком работала, потому что даже она, а, я все время вот это вот, то одно начинаю, то другое. Почему он был такой? Потому что он там стоит, да, в деннике, ну, там, там же тусня, эти спортсмены все, к ним кто-нибудь в гости придет, они там водочки выпьют, они говорят, ой, а если у вас покататься на покатушке на спортивных лошадях нельзя? Они говорят, да, он у нас хомяк. Они его седлали, он народ скидывал, его ставили в денник, и он получил такой навык. Я буду скидывать, и меня не будут трогать, пошли все нафиг. Я выбираю свободу воли и выбора. Вот так и делал. Соответственно, Лена, моя тренер, работала с ним. Как я с Леной познакомилась? В санночке моего старшего сына, санночке ее старшей дочери. На детской площадке в Барвихе ля-ля разговорились, а у меня это внутри, я же стрелец, мне ждали эти энергии. Смотрите, как все взаимосвязано. Цветок жизни вот такой. Вам дают стрельцовую энергию, львины, вы живете в Барвихе, встречаетесь с деревенской девушкой, которая там мастер спорта по конкуру. Все, ваша душа хочет ездить, вы дева, вы идете на это, потому что только сидя прямо, только в балансе, в гармонии вы можете управлять лошадью. Уже потом там принимание делать, вот, говорит, лошадка танцует и все остальное. Вот, герб, блин, его, наверное, сильно били. Потому что, когда меняешь направление, надо хлыст в другую сторону взять, в другую руку, потому что хлыст должен быть всегда внешним. Он тоже бегал, козлил, когда это, хлыст. И вот, значит, мне Лена говорит, Оля, поменяй направление, ты не трамвай. Я такая, блин, почему вот, опять же, я всем теперь говорю, это не моя мудрость, это мудрость жизни. Я говорю, ты не поезд, а жизнь не рельсы. Мы свободные птицы. Лебедь. Птица-лебедь мне нравится. И сова, кстати, тоже. Но лебедь благороднее. У него, видели, шея какая длинная? У него какой контакт с божественным. Ну, энергетический, естественно, я шучу. Дорогие друзья, вот и закончили мы работу над второй частью одиннадцатого занятия. Планетарная октава. Но, как вы видите, мы говорим обо всём, потому что на простых житейских примерах намного проще понимать те или иные законы мироздания. Также хочу сказать, что с благодарностью к вам, к тем занятиям, которые я делаю для вас, приходит очень много осознаний, приятных воспоминаний. Ещё раз благодарю вас. Я поставила Адам и Ева Марка Шагала картину Адам и Ева, да, это я уже сказала, чтобы наглядно вы видели, как человек выглядел много миллионов лет назад. И знаете, хочу также добавить, что очень важно на мой взгляд, знать и понимать, откуда мы пришли. Знать и понимать, брать на себя ответственность за то, что происходит в данном воплощении, так как вы должны понимать, что в следующем воплощении вы будете пожинать плоды. Если мы ленимся, соответственно, у нас накапливается много негативной кармы. Знаете, и приходится проживать жизнь экстернатом. Если мы трудимся, тогда жизнь помогает нам, всё мироздание помогает нам идти вперёд, идти путём эволюции. я желаю вам проходить свой жизненный путь наилучшим образом. И в третьей части одиннадцатого занятия «Планетарная октава» я надеюсь, что всё-таки эта тема будет раскрыта наилучшим образом для вас. Благодарю за внимание. До новых встреч на волнах эфира, он же интернет. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok